Человечеству свойственно то, что мы всегда стремимся постичь и понять окружающую среду как можно точнее. Таким образом, нас воодушевляет желание исследовать функциональности происхождения всех объектов и структур, которые нас окружают, вплоть до мельчайших деталей. Это также включает в себя классификацию нашего окружения с точки зрения размеров и габаритов, что, в свою очередь, помогает нам достоверно понять характеристики соответствующих объектов. То, что на Земле давно является относительно простым делом, становится тем труднее, чем дальше мы позволяем нашему пытливому взору блуждать в направлении космического пространства. Действительно, вопросы о точных размерах Солнечной системы и Вселенной по-прежнему находятся в центре внимания современных научных исследований. Какие проблемы возникают при измерении Вселенной, и какие выводы эксперты уже смогли зафиксировать по этой теме, мы вам сейчас расскажем. Вам нравятся увлекательные события, таинственные загадки и революционные открытия в космосе? Тогда не забудьте подписаться на SimpliSpace, чтобы не пропустить ни одного из наших видео в будущем. Если вам нравится содержание наших постов, мы будем очень признательны, если вы нажмете на иконку с большим пальцем вверх. Теперь давайте вместе исследуем вопрос о том, насколько велик наш галактический дом на самом деле. Солнечная система – устройство нашего космического дома. Как большинство из вас наверняка уже знает, наша родная планета не движется в одиночку по Вселенной, а является частью более высокого уровня, который называется Солнечной системой. Эта система получила свое название от самого большого и влиятельного небесного тела – Солнца. Как центральная звезда этого комплекса, с которой гравитационно связаны все другие окружающие объекты. Внушительное Солнце составляет более 99% от общей массы ассоциаций многочисленных планет, спутников, карликовых планет и различных малых тел, таких как кометы и астероида. Это включает в себя общую массу всех частиц пыли и газа, которые не могут избежать мощного гравитационного притяжения нашей центральной родительской звезды. Как хорошо известно, восемь официальных планет нашей Солнечной системы всегда были наиболее яркими представителями этой высшей галактической ассоциации. Таким образом, четыре землеподобных небесных тела с твердой структурой поверхности наиболее близки к сияющей яркой карликовой звезде. Помимо Меркурия, Венеры, Земли и Марса, мы соседствуем с внушительными газовыми планетами, которые значительно отличаются от других небесных тел с точки зрения их химического состава. Фактически, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун состоят в основном из легких газов, таких как водород и гелий. Расстояние между Солнцем и самой далекой планетой Нептуном оценивается почти в 3 миллиарда миль. Однако это не означает, что это значение также соответствует диаметру поверхности всей Солнечной системы. Потому что на самом деле в этих изолированных регионах, которые называются транснептуновыми областями, есть многочисленные карликовые планеты-астероиды, на которые влияет притяжение Солнца. На самом деле это означает, что почти все небесные тела в нашей Солнечной системе вращаются против часовой стрелки вокруг центральной родительской звезды, если смотреть с севера. Только Венера, Уран и некоторые более мелкие небесные тела выпадают из этой схемы. В зависимости от расстояния и пространственного положения объектов к Солнцу, отдельные орбитальные периоды показывают самые разнообразные характеристики. Как известно, нашей Земле, которая в среднем находится на расстоянии около 90 миллионов миль от центральной карликовой звезды, требуется около 365 дней, чтобы один раз полностью облететь вокруг Солнца, маленькой планете Меркурий, которая отделена от Солнца расстоянием 36 миллионов миль. Для этого нужно всего 88 дней. Пройдет 165 лет, прежде чем планета-гигант Нептун однажды сделает оборот вокруг Солнца. Теперь, когда мы взглянули на структуру и способы функционирование галактического комплекса в целом, остается один животрепещущий вопрос – насколько велика на самом деле Солнечная система? Насколько велика Солнечная система? На данный момент отрезвляющий ответ на этот вопрос таков – мы не знаем. Потому что на самом деле в мире науки нет единого определения, которое могло бы с уверенностью сказать, где все-таки заканчивается наша Солнечная система. В прошлом было широко распространено предположение о том, что Солнечная система простирается до края так называемой гелиосферы. Эта область описывает тот район в космосе, на который влияет солнечный ветер, поток заряженных частиц, который постоянно выбрасывается Солнцем. Последняя граница гелиосферы называется гелиопаузой. Указанная зона находится по всей вероятности примерно в 9 миллиардах миль от Солнца. Однако некоторые новаторские открытия доказали, что транснептуновые образования, стоящие за гелиопаузой, все еще связаны с гравитационным влиянием Солнца. Таким образом, общепринятое предположение об определении гелиопаузы как края Солнечной системы было неверным. Для того, чтобы с уверенностью сказать, насколько далеко простирается могущественная рука Солнца, требуются дальнейшие глубокие исследования и сложные проекты. Измерение Вселенной. Таким образом, хотя в настоящее время мы не можем определить конец сферы влияния Солнца, остается вопрос о том, как это будет выглядеть в случае измерения всей Вселенной. Как многие из вас уже подозревают, это амбициозное предприятие влечет за собой серьезные сопутствующие осложнения. Прежде всего, должен быть решен вопрос о том, как именно устроен наш галактический дом. Некоторые общие предположения полагают, что это может быть сферическая структура. Однако это только один из многочисленных тезисов, циркулирующих в настоящее время в мире науки. Таким образом, некоторые исследователи считают также возможным, что Вселенная плоская, в то время как другие эксперты предпочитают форму гипертора, напоминающую пончик. Кроме того, в рядах экспертов горячо обсуждается гипотетическая форма трубы. Еще одна проблема, связанная с точным определением размера Вселенной, которую нельзя недооценивать, заключается в том, что наш галактический дом постоянно увеличивается. Поскольку расстояние между удаленными друг от друга объектами во Вселенной постоянно увеличивается, эксперты пришли к выводу о том, что сама Вселенная также должна расширяться в пространстве. Хотя скорость расширения Вселенной первоначально замедлилась в первые периоды после Большого взрыва, соответствующая скорость расширения Вселенной сегодня продолжает увеличиваться. Тем не менее, ученым требовалось правдоподобное объяснение, чтобы описать это явление вразумительно, не превращая общепринятое физическое предположение в полный хаос. Чтобы объяснить постоянно увеличивающуюся скорость расширения Вселенной, был предложен тезис о темной энергии. Этот термин, определенный в конце 90-х годов американским астрофизиком Майклом Тернером, описывает гипотетическую форму энергии, которая перехитрила преобладающие гравитационные силы во Вселенной, и объясняет тот факт, что наш галактический дом постоянно расширяется. Но тезис о том, что наша Вселенная, возможно, бесконечно велика, чрезвычайно усложняет измерение Вселенной. Здесь важно различать теорию бесконечности и допущение неограниченности. Если нашу Вселенную считать сферической, это будет означать обратный вывод, что структура обладает конечным объемом. Тем не менее, она может существовать как неограниченное пространство. Фактически, сферические поверхности не имеют определяемого центра, так что теоретически мы могли бы перемещаться по конструкции в течение бесконечного времени, никогда не достигая четко определенного края. Однако, поскольку, согласно наиболее распространенным космическим гипотезам, Вселенная не классифицируется в пространстве более высоких измерений, эту иллюстрацию всегда следует рассматривать со скрытым мотивом, связанным с тем, что она служит лишь упрощенным представлением о свойствах сферической Вселенной. Что мы можем увидеть во Вселенной? Наконец, остается выяснить, какие области Вселенной вообще доступны нашему земному глазу. Область, определяемая как «наблюдаемая Вселенная» в научном мире, ограничена различными факторами. К ним относятся не только местоположения Земли во Вселенной, но и технические средства, которыми в настоящее время располагает человечество. Самые современные телескопы известных космических агентств в наши дни могут заглядывать в космос на 13,8 миллиарда световых лет. Напоминаем, один световой год соответствует расстоянию в 6 триллионов миль. Из-за пространственных обстоятельств и наших технических возможностей в космосе есть сферическая область вокруг нашей земной точки зрения, которую мы можем наблюдать. Радиус этой сферы составляет 13,8 миллиарда световых лет. Согласно этой единице измерения, световой год описывает расстояние, которое свет может преодолеть в вакууме, за один год. И именно в этом обстоятельстве заключается значительная проблема. Хотя световые лучи движутся в космосе со скоростью около 180 тысяч миль в секунду, они все еще слишком медленны, чтобы сделать видимыми реальные размеры Вселенной. В конце концов, это означает, что мы видим процессы в далеких галактиках с сильным запаздыванием по времени. Например, мы видим галактику, которая находится на расстоянии миллиарда световых лет от нашей Земли, только в том виде, в каком она существовала миллиард лет назад. Так что смотреть на далекие структуры в космосе равносильно тому, чтобы по-настоящему взглянуть в прошлое. Это также означает, что край нашей наблюдаемой Вселенной из-за постепенного расширения за пределы света находится не в 13,8, а в 46 миллиардах световых лет от нашей родной планеты. А что вы думаете о масштабах Солнечной системы и Вселенной? Ждем ваших комментариев. Теперь нажмите на изображение в титрах, чтобы посмотреть больше захватывающих видео. Спасибо за ваш интерес. Увидимся в следующий раз.